В городе Заречном, знатном своей Белоярской атомной электростанцией, случилось торжественное и официальное, с участием мэра, открытие нового детского сада «Солнышко». Об открытии «Солнышко» можно рассказать двояко. Ну, типа, у меня для вас две новости, хорошая и очень хорошая. С какой начать? Ну, давай с хорошей. В Заречном открылся новый детский садик. Так, а какая же тогда очень хорошая. Вот тут, друзья, необходимо слегка подвыпучить глаза и еще обязательно, чтобы в голосе появился крик матери. О, нет-нет, хрип отца. Да-да, хрип отца. В Заречном, наконец-то, хвала небесам! Открылся-таки детский сад «Солнышко», который начали строить еще ж в 2012 году. И тут можно вставить кусочек из чебурашки. Строили мы строили и, наконец, построили. Ура! Ну, вы понимаете, да, уровень долгожданности этого садика. С начала строительства, до появления в нем первых детей, запланированного на январь, пройдет десятилетие. Да за такое время можно было построить высотный билдинг, и не один. Да, были проблемы, были заминки. Да, садик превратился в долгострой, но, по счастью, все разрешилось. И вот садик «Солнышко» официально открыт. Домовенок Кузя, до сих пор владевший ключом от этого заведения, хотя какой он домовенок, скорее, садовенок, передал ключик детишкам и воспитателям. Подобного объекта на территории городского округа Заречного давно не было. И у нашего детского сада, у нового детского сада, очень непростая судьба. Он долго строился, претерпел очень много различных испытаний. Но вот сегодня мы можем смело говорить о том, что все эти волнения остаются позади. Мы находимся действительно на пороге того, чтобы этот детский сад буквально в ближайший месяц откроет свои двери для детей нашего города. И мы все этого события очень ждем. Если от общего пафоса перейти к конкретике, то есть к ТТХ нового «Солнышка», то садик рассчитан на 280 детей. Которые будут жить в 15 группах. И считается, что с реальным открытием этого сада в Заречном совсем, то есть окончательно и бесповоротно, исчезнет очередь в детские садики. И случится то, к чему всех нас давно призывает президент России Владимир Путин. Все стало возможно благодаря тому, что на территории городского округа Заречного работало и выполняло свои обязательства соглашение между госкорпорацией Росатом и губернатором Свердловской области Гене Владимирович Ковышевым. Потому что деньги именно оттуда. Несмотря на то, что «Солнышко» строили суммарно почти 10 лет, садик не устарел ни физически, ни морально. Ну, например, на каждой группе стоят видеозвонки, имеются противопожарные двери. Ну, это из новшеств. Что касается основ садика, то они, как и в нашем детстве, ибо физически нынешние дети от нас принципиально-то не отличаются. Есть игровые комнаты, есть спальни, есть у каждой группы своя площадка на улице. Кстати, порадовали современные песочницы. Их, оказывается, на зиму закрывают воротами. Внешне это выглядит, как какой-то портал в недра земли. Имеется в новом садике и спортзал с мягким покрытием, и даже комнатой для физрука, а, впрочем, долой от себя тяну. Очень удобный, очень просторный покрытие. Необычное, никакой обычный в детских садах. Мягкое, приединенное. Весен гритарь, который здесь был очень приятный. Дойти пол, все необходимое, все, что здесь есть, все необходимое. Маты, светская стенка из дерева абсолютно. То есть материал хороший, очень все качественное. Ну, и что удобно для сотрудника, для самого, это вообще отдельная комната в своем зале, что редкость. Детский сад современный. Несмотря на то, что он строился длительно, но требования вот у нас, как у педагогов, у специалистов, очень высоки сейчас. И в согласии со строителями, в согласии с заказчиком, мы старались этот детский сад максимально приблизить к современным условиям, учесть те требования САНПИНА, закона об образовании, которые сейчас есть, образовательного стандарта. Все, что должно быть для детей, должно соответствовать этим всем требованиям. Поэтому мы равнялись на стандарт, равнялись на новый САНПИНА уже. Поэтому все получилось. Да, у нас это получилось, несмотря на все трудности. Это сделали. И давайте поздравим всех, давайте пожелаем всем удачи. И, конечно же, пусть этот детский сад наполняется детским смехом.